Всем привет, друзья! В этом видео будем устанавливать солнечные модули Hevel на крышу, делать их заземление. Всем приятного просмотра! Начинаем! На этом канале вы найдете более 180 серий о строительстве небольшого капитального дома с летней террасой. В прошлых сериях я сделал обзор на сетевую солнечную электростанцию мощностью 3150 Вт, смонтировал крепления для солнечных модулей и установил инвертор в нужном месте. Переходим к следующему этапу. Установка солнечных модулей Hevel на ранее смонтированный для них крепеж. Весь массив панели 10 штук будет закреплен на два вида креплений. Концевой зажим и зажим центральный. Первым делом поставил риски маркером на алюминиевом профиле. От этой риски будет стартовать первый ряд панели. Сразу рядом с этими рисками наживляю концевой зажим. Ширина модуля Hevel 100 см. Примерно на расстоянии 150 см. Также наживляю центральный зажим для двух панелей. Приступаем к монтажу первой панели. Панели не маленькие, да и весят 19 кг, поэтому помощник обязателен. Зову жену на помощь. Потихоньку, не спеша поднимаем панель, кладем ее на алюминиевый профиль, ровняю панель по рискам и затягиваю концевой зажим шестигранным ключом. Все, здесь что-то прихватил. Теперь вот здесь, да, по рисочке. Первая панель закреплена только на концевой зажим. Сразу вывожу провода из-под панели. В моем случае плюсовой в левую сторону, минусовой в правую сторону. Приступаем к монтажу второй нижней панели. Зазор между панелями делаю в пару сантиметров. Думаю, так правильнее, так вентиляция и охлаждение будет лучше. Ровняю вторую панель относительно первой и аналогично фиксирую второй модуль на концевой зажим. На второй панели в левую сторону вывожу теперь минусовой провод, а в правую плюсовой. После монтажа двух панелей в левой части у меня выходит плюс и минус. Именно этот плюс и минус подойдет к нашему инвертору. Остальные панели будут соединяться последовательно согласно этой схеме. С правой части на каждой панели провод с переходником МС-4 фиксирую на пластиковый хомут. Так все переходники будут висеть в воздухе, а не лежать на металлочерепице. Мне кажется, так надежнее. Первый эталонный ряд смонтировали. Переходим к следующему. Сначала соединяем переходники МС-4. Здесь вы не ошибетесь, без вариантов. Подвигаем панель и фиксируем ее с предыдущей панелью на центральный зажим. Центральный зажим автоматически формирует нужный зазор между панелями. Затягиваем зажимы и повторяем операцию на четвертой панели. Здесь также повторяю операцию с хомутами. Четыре панели на своем месте. Чтобы продолжить удобный монтаж, соберу еще одну секцию лесов. После монтажа четырех панелей мне стало интересно, сколько выдают вольт четыре панели на холостом ходу. По паспорту наша панель Hevel HHGT 315 должна выдавать напряжение холостого хода чуть больше 44 вольт. Четыре панели дают 160 вольт. Это 40 вольт каждая, при том, что на улице пасмурно. Что это дает? Допустим, к нашему инвертору можно подключить массив панели до 550 вольт. Берем максимальный вольтаж наших панелей Hevel холостого хода 44-22 вольта и делим на 550. Получаем число 12-43. Округляем в меньшую сторону и получаем число 12. Именно столько панелей Hevel HHGT 315 я могу подключить к нашему инвертору Safar при последовательном соединении панели. Это важный момент, который нужно обязательно учитывать. Если, конечно, вы не хотите спалить свой дорогостоящий инвертор сразу при первом включении. Продолжаем установку солнечных модулей. Панель за панелью работа не спеша и успешно движется. Наши гетероструктурные модули Hevel имеют низкую деградацию по сравнению с другими типами панели. На протяжении 25 лет наши панели Hevel потеряют свою мощность на 16,4%. А электричество подорожает за это время примерно на 125%. Каждый год электроэнергия в нашей стране дорожает примерно на 5%. Уже 1 июля этого года в нашем регионе киловатт станет дороже на 16 копеек. Ну да ладно об этом. О окупаемости нашей станции выйдет отдельный ролик. Восемь панелей смонтированы. Остался последний завершающий ряд. На последнем ряду нужно соединить две панели между собой. Провода не нужно наращивать. Родная длина кабеля это позволяет легко сделать. Затягиваем оставшиеся концевые зажимы. Массив из 10 солнечных модулей смонтирован. Давайте замерим, что они нам вместе выдают на холостом ходу. В среднем 400 вольт. Нормально. После замера ставлю заглушки на переходники MS4 для изоляции. Эти заглушки были на инверторе. Пригодились. Теперь нам нужно заземлить массив панели. Поскольку все панели стоят на едином алюминиевом каркасе, а каркас на металлической крыше, достаточно заземлить одну панель. На каждом каркасе панели есть отверстие для заземления. К этому отверстию подключаю провод заземления на 6 квадратов. На цвет не обращайте внимания. Зелено-желтого провода нужной длины не было. В идеале нужно заземлять солнечным кабелем на 6 квадратов. Такой кабель не боится ультрафиолета. А вот мой голубой провод придется дополнительно защитить гофрой от солнца. Знающие люди, подскажите, достаточно ли мне такого заземления при моей конструкции? Или лучше сделать перемычки между каждой панелью? Фиксирую гофру на хомуты к алюминиевому профилю. Подвожу провод заземления на шину заземления в щиток. Ну вот, солнечные модули наши смонтированы на крыше и заземлены. Осталось показать вам, как собрать щит постоянного и переменного тока. Об этом пойдет речь в завершающей серии. Для меня это была самая важная и непонятная часть работы во время изучения данной темы. Сборка щитов переменного и постоянного тока. Я постараюсь рассказать вам и показать все в мельчайших подробностях. Спасибо вам за потраченное время на этом ролике. Дальше интереснее. Подписывайтесь. Желаю всем удачи. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok